То есть вы вот девушка из приличной семьи. Как вас занесло, вообще говоря, в искусство? Я не знаю, что здесь сейчас происходит, но здесь происходит что-то очень важное. Очевидная вещь, что если ты хочешь что-то, возьми. То есть я никак не связана с государством. Не хотелось это сделать. Денег мы не просили. Мне кажется, что сейчас у нас есть хорошая возможность действительно что-то поменять в государственной политике, по культуре. Амируэрт захотела, чтобы была у Казахстана, был павильон официальный венецианской беннале. Вот пошла и сказала, да, я буду это делать. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Сегодня мы в гостях у Мируэрт Калиевой в галерее Аспан. Здравствуйте, Мируэрт. Здравствуйте, Вадим. Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Галерея Аспан, да, то есть ваше детище. А вот сколько времени вы к ней готовились и сколько времени вы ей занимаетесь? То есть вот вообще говоря, ну как вообще случаются галереи? Да, то есть вы вот девушка из приличной семьи. Как вас занесло вообще говоря в искусство? Ну знаете, я недавно об этом думала и даже потом написала у себя на соц. странице. Я очень чётко помню день, когда я решила заниматься искусством. Мне было, наверное, или шесть, или семь, или восемь лет. И в музее Косеева проходила выставка Рериха, на которую меня взяла мама. И я чётливо помню, что когда мы шли на эту выставку Рериха, перед тем залом, где она располагалась, проходил перформанс. Это значит тот зал, который находится перед вот этим вот атриумом с открытым небом. И на полу лежали осколки зеркала. Я помню, что был мужчина, который, как мне тогда показалось, сидел в инвалидной коляске. Вокруг были люди, было телевидение. И мы проходили мимо этого зала, и я тогда подумала, я не знаю, что здесь сейчас происходит, но здесь происходит что-то очень важное. Потом я занималась сама живописью. Я хотела поступить на художника. Извините, вас перебью. А речь идёт о... А я вам сейчас расскажу. Да. Потом я начала заниматься живописью. Я уехала в Англию, потому что я хотела учиться там. Тогда была такая очень сильная школа Сент-Рот-Мартинс. У меня была мечта туда поступить. Когда я готовилась к поступлению, нужно было готовить свою портфолио. И по мере того, как я готовилась, я поняла очень отчётливо, что чтобы быть по-настоящему хорошим художником, нужно посвятить этому всю свою жизнь. То есть не иметь ни семьи, ни какой-либо социальной жизни. Нужно просто полностью себе отдать искусству. И я видела, что у меня, скажем, есть сомнения, готова ли я на это. Но я видела, что есть студенты, которые со мной учились в одном потоке, у которых нет выбора. Вот они не могут выбрать, я хочу заниматься искусством или не хочу. Потому что, естественно, когда ты занимаешься искусством, очень много здесь неизвестных. Ты не знаешь, как ты завтра будешь жить, как ты будешь... Я не знаю, если у тебя будут дети, как ты будешь воспитывать, и всё остальное, и всё остальное. И я видела, что у некоторых моих студентов просто нет такого выбора, и они не могут задуматься, потому что они просто не могут мне заниматься искусством. У меня такой выбор был. То есть у меня возникали мысли, надо ли мне самой становиться художником. Я подумала, если я не буду хорошим художником, в этом мире и так слишком много посредственных художников, и я не хочу быть ещё одним посредством. Но всё-таки у меня есть какая-то присположенность к искусству, и я решила пойти на факультет искусствоведения. Я училась на истории искусства в University College London, в Лондоне. И, естественно, у меня появился интерес к тому, что происходило в Казахстане. И вот тогда я поняла, что то, что я видела в музее Косеева в своём детстве, это был перформанс Рустама Хальфина, о котором, естественно, вы хорошо знаете. И как бы с тех пор я точно знаю, что моё призначение в искусстве и именно не в том, чтобы самой заниматься творчеством, а как-то помогать, продвигать искусство тех, у кого вот такого выбора, как у меня, не стояло. И у нас в Центральной Азии есть огромное количество очень хороших художников. И, допустим, по сравнению со многими художниками, которые живут в западных развитых странах, у нас нет такой системы поддержки этих художников. И мне кажется, что с одной стороны это, естественно, плохо, с другой стороны у наших художников, мне кажется, есть огромная вот эта искренность именно в их начинаниях как художника. И когда я вернулась в Казахстан, я сначала думала, какая... То есть я знала, чем я должна заниматься, но я не знала, какую форму деятельности мне нужно выбрать. То есть я думала, или это должен быть фонд, или, может быть, мне надо пойти работать в музее, или, может быть, быть независимым куратором. Но потом я подумала, что Казахстан, не имея международной, скажем, галереи, которая занимается современным искусством, очень сложно делать какие-то другие процессы. Потому что, естественно, скажем, у нас коммерческая галерея, но коммерция не является главным приоритетом. Самое главное – это давать возможность художникам работать, реализовывать новые проекты, печатать книги, делать выставки и обеспечивать их достаточным доходом для того, чтобы они могли дальше продолжаться своей профессиональной деятельностью. То есть на тот момент, когда я приехала в Казахстан, это было в 2014-2015 году, ситуация у нас здесь радикально отключалась от того, что сейчас происходит. То есть многие художники подрабатывали совершенно другими способами. Например, Саид Атабеков, он снимал как коммерческий фотограф. Воробьёвы, допустим, работали в театре. Ну, кто-то занимался преподавателем своей деятельностью. Современное искусство в Казахстане было очень сложно увидеть. Воробьёв даже таксовал одно время. А, да, я этого не знала. И между собой художники особо не общались, потому что они встречались за каких-то международных проектов, а кто, чем сейчас занимается, в принципе, никто не знал, потому что все были по своим мастерским. Не было, вот после того, как исчез центр Сороса, не было какого-то места, куда можно было прийти и посмотреть, ну, вообще, в принципе, что делает кто-то другой. Вот, и мне показалось, что, как бы, не имея коммерческой галереи, заниматься чем-то другим может быть преждевременно. Но, естественно, есть, как бы, другие люди, которые выбрали другую опцию, то есть, занимаются какими-то другими вещами или, я не знаю, некоммерческими фондами, кураторами, образовательными программами. И это все классно, и мы часть одного большого организма. Что такое ваш проект участия в Венецианской биеннале? То есть, откуда, вообще говоря, захотелось именно его пробить, несмотря ни на что? А зачем вы пошли к государству? Зачем вы пошли к министру? И раз уж вы к нему пошли, в конце концов, какой это был разговор с министром? то есть, это вот у нас, я так понимаю, новый же министр, к которому вы ходили? Нет, старый. Старый еще был. Вы с ней еще успели поговорить и заручиться ее поддержкой? Да. Да, то есть, ну, давайте немножко все-таки объясним для публики, чем, чуть шире, чем те, кто ходит на ваши выставки, да, то есть, вообще говоря, в чем смысл венецианской биеннале для Казахстана? Почему там нужно участвовать? Ну, скажем так, сказать, что там обязательно нужно каждой стране участвовать, такого нет, но, тем не менее, с 2005 по 2013 год Казахстан участвовал в Менецианской биеннале как часть центрально-азиатского павильона. И когда состоялся первый павильон в 2005 году, это был настоящий прорыв, как и для мирового арт-сообщества, потому что они, в принципе, узнали о нашей арт-сцене, и это все было жутко интересно. Например, в тот год из всех, я не знаю, десятков, сотен тысяч работ на обложку каталога венецианской биеннале попала работа Ербасына Мельдебекова. Ну, то есть... Брат мой, враг мой. Да. Ну, то есть у мирового сообщества был большой интерес к вот этой неизведанной территории, и здесь появляется огромное количество очень хороших и интересных художников, которые, скажем, не похожи ни на что другое. Потому что здесь, естественно, в нашем искусстве примешивается очень много разных влияний, и это было что-то очень свежее и новое. Но в то же самое время это было большим прорывом централезиатской арт-сцены, потому что впервые наши художники вышли на действительно важную глобальную платформу для представления современного искусства. После этого последовало огромное количество приглашений. приглашений. Извините, хочу вспомнить Виктора Мезиана, как он рассказывал об этом, в качестве куратора, он же выступал. И он говорит, я вот тогда сидел в Венеции и понимал, что это, наверное, мой самый большой успех. Я думал, ну почему так? Я же занимался таким количеством художников. Я работал с таким количеством московских художников, к чему именно вот здесь такой случился прорыв. И тогда говорит, жена мне сказала, Ксения, что, ну а ты вообще не задумывался, что художники просто очень хорошие. Да. Он говорит, ну да, я понял, что женщины, они всегда точнее. Зрит в корень. Да, да. Но это да, это действительно был огромный прорыв тогда. И тогда за все это платили киргизские бизнесмены. и получается в 2005 году состоялся этот павильон, потом в Киргизии произошли известные события, и в следующий раз уже инициативу проявила Юлия Сорокина вместе с Лангером Паровым, и они привлекли международные благотворительные организации для организации последующих павильонов. И в таком виде он произошел до 2013 года. В 2013 году был последний павильон. С тех пор наши различные некоммерческие организации, как Евразийский культурный и АДА, предпринимали попытки сделать, вернее, они делали проекты параллельной программы в Венецианской пиенале очень интересные. И это как бы было попыткой того, чтобы наконец наше министерство культуры обратило внимание на то, что это действительно нужно, важно, и это должно поддерживаться государством. Сравнивают с Олимпийскими играми, сравнивают с Оскаром, с чем еще сравнивают? Это не совсем правильно. Абсолютно некорректное сравнение, я понимаю, я просто для того, чтобы понятно было по масштабу события. Скажем, по важности для спортсменов какой-нибудь мировой чемпионат, наверное, да, но в искусстве, слава богу, нет таких оценочных. Первое, второе, третье место, хотя они, конечно, отдают золотого льва, но это немножко другое. Но, скажем, до 2017 года государство не проявляло большого внимания, потом, неожиданно в 2017 году появляется новость о том, что у нас будет павильон, но потом новость эта как-то исчезла и никаких презентаций не было. В 2019 продвинулись на шаг больше, то есть были объявлены художники, куратор, комиссар, даже вроде бы место наметили, где это должно было состояться. Но, к сожалению, в последний момент Министерство культуры развернулось на 80 градусов и к нашему всему большому сожалению и стыду получилось то, что получилось. Просто как бы это большой урон по репутации страны и это, конечно, все выглядело очень плохо еще на фоне всех проблем, которые возникали с выставками «Фокус Казахстан», там, где не оплатили таможню или чьи-то услуги, работы застряли. В общем, это какая-то была мешанина, каша и на самом деле очень обидно из-за художников, из-за кураторов, которые во всем это участвовали, организаторов. Роза Абенова ушла с поста директора Музея современного искусства при Национальном музее. Это, конечно, очень обидно, что, скажем, в нашей сфере не так много людей, профессионалов и очень обидно, когда такие люди еще и выходят. И ее жест тоже совершенно понятие. Но мне кажется, что благодаря тому, что были все ранние попытки обратить внимание государства на Менцианской Бейнале, на попытки 2017-2019 года, мне кажется, общими усилиями какая-то почва была подготовлена. Мне, естественно, как человеку-патриоту, во-первых, страны, во-вторых, человеку-сопереживающему, художником, кураторам и других арт-профессионалам, было очень обидно, что Казахстан так на Менцианской Бейнале не представлен, хотя, как бы, по-моему, из подсоветских стран осталось только три страны, которые не были представлены, ну, включая нас. И я не слышала от кого-либо, то есть, все равно же ты общаешься с людьми, не слышала ничего от кого-либо, что кто-то пытается что-то сделать в 22-м году. То есть, получается, выставка каждые два года, но из-за ковида она на год перенесла, теперь как бы Бейнале 22-го года, но я как бы не слышала о попытках. С одной стороны, ковид, остальное, это, конечно, все очень затруднило, вот, с другой стороны, мне казалось, что, ну, вот, остановить историю на том, что был этот неудачный павильон, будет очень обидно. и я решила попытаться сделать это и встретиться с министром культуры и получить разрешение сделать павильон. Почему я нужно было встретиться с министром культуры? То есть, у Венецианской Минали есть свой регламент, и с 2013-го года это обязательное условие, что заявка на открытие павильона страны приходит от министерства культуры, министерства иностранных дел или какой-то организации государственной, которой поручено заниматься этим павильоном. Например, в Великобритании это Бритиш Каунсел, во Франции это Институт Франции. У нас как бы такой организации нет, потому что, естественно, у нас не было павильона. У нас этим вопросом всегда владела министерство культуры. То есть, без участия министерства культуры невозможно сделать павильон. Поэтому, допустим, многие спрашивали, насколько это корректно обращаться к министерству культуры, которое, скажем, в 2019 году сделало так, но без него невозможно. То есть, по самому регламенту Венари. А потом, скажем, мы живем в стране, в которой постоянно все меняется, и сейчас, скажем, та повестка, которая присутствует сегодня, немножко отличается от той, которая была два-три года назад. Да, мне кажется, радикально отличается. Хочется в это верить, хочется в это верить, и хочется верить в то, что в новых реалиях государство больше будет прислушиваться к общественному мнению, и я надеюсь, что больше таких вещей не произойдет. Если общественное мнение будет общественным мнением, если оно будет давить на государство, да, а не ждать, что оно к нему прислушается, то да. То есть, а если мы будем так вот сидеть и ждать, пока они нам что-то разрешат, то, конечно, нет. То есть, мне кажется, что сейчас очевидная вещь, что если ты хочешь что-то, возьми. Вот, в этом смысле мне очень импонирует ваш жест, да, то есть, что Амнируэрт захотела, чтобы была у Казахстана венецианская биенналь, был павильон официальный венецианской биеннале, вот, пошла и сказала, да, я буду это делать, да, то есть, понятно, что после того, как вы уже сказали, да, я буду это делать, да, то есть, сразу появилась куча вопросов. А почему Мируэрт? А почему, значит, а почему она пошла? И так далее, так далее. Ну, хорошо, кто-то же вообще должен был взять и пойти. Ну, да, но вообще, как бы, достаточно много инициатив, которые первые в государстве появляются, да, мне кажется, достаточно хорошо, когда они появляются, какие-то низовые инициативы, да, потому что в нашем обществе все, что спущено, скажем так, сверху, к нему люди относятся с большим презрением, вот, то есть, здесь это была чисто низовая инициатива, то есть, я никак не связана с государством, не хотела сказать. И денег вы не просили. Денег мы не просили. Вы просили только одобрение, правильно? То есть, на деньги вы рассчитываете спонсорство? Да. То есть, с самого начала, когда я разговаривала с Актаты Раимкуловой, министром культуры и спорта, когда я к ней обращалась, это было в сентябре 21-го года, как бы, с самого начала это было такое предложение, что от вас нужно письмо о том, что мы делаем павильон, назначение меня комиссаром, а мы как бы займемся всем остальным. С одной стороны, это я надеюсь, что это может гарантировать какую-то независимость в выборе проектов. Но, в принципе, так и произошло. То есть, этот проект с артой был одобрен, но, скажем, никакого вмешательства со стороны министерства в выборе не было. Вы не боитесь, ну, вернее, не то, что боитесь, что тут уже боятся, просто рассматриваете такой вариант, что сейчас, например, министр же новый, а вот, и он скажет, да что вы там, с кем вы там договаривались, мы, на самом деле, не поддерживаем эту инициативу. Ну, вы знаете, когда назначили нового министра, я съездила в Астану, с ним встретилась, и мы проговорили о павильоне, и я была очень рада, потому что он встретил идею о создании павильона с большим энтузиазмом, проявил желание самому туда приехать, Это уже Даурин Абайев. И сказал, что хотел бы, чтобы в следующие разы, и не только в 2024 год, а вообще, в ближайшей перспективе, государство поддерживало павильон. Но, тем не менее, два вопроса остаются. Еще раз, почему Калмыков, как образ, который парит над вот этой всей выставкой, возможно, будущей над этим павильоном, то есть Калмыков, скажем, такое, мира, ощущения, философия, еще что-то, много всяких слов, группы арта. То есть почему Калмыков, то есть и почему, и что, вернее, все-таки, что такое сама вот эта арта, что такое их проект, потому что, на самом деле, ну, даже какого-то отдаленного представления о том, что это такое, будет, ни у кого нет. Может быть, за исключением людей, которые ходили на их театральные постановки. Скажем, почему Калмыков, да, вообще, когда появилась вот эта возможность сделать павильон, когда министр культуры Актатыра Матулайна дала мне устное разрешение сделать павильон и стать его комиссаром. Почему, кстати, устное? Устное, потому что, ну, как бы, когда я к ней обратилась, такой идеей, сначала она просто как бы устно сказала, а потом как бы это превратилось в письменную форму, когда нужно было уже подавать заявку в Венецию. Слава Богу, то есть письменная все-таки существует? Существует, да. Слава Богу, да. Хорошо. Но как бы изначально было устное, это было в сентябре 21-го года. И, во-первых, ну, как бы по своей деятельности, да, я со многими художниками общаюсь, знаю, чем они занимаются. Вот, потом я говорила с некоторыми художниками, пытаясь понять, что как бы, кто где находится, какие проекты задуманы. Вот, и в том числе я разговаривала с Артой, и причем с Артой я познакомилась в конце 19-го, начале 20-го года, когда у них была постановка в доме офицеров. Не знаю, вы были там или нет, но я слышала о них до этого и очень хотела попасть на одну из их постановок. Тут представился случай, вот, после постановки, в которой на меня произошло большое впечатление, я к ним подошла, вот, познакомиться. Мы начали общаться, встречаться время от времени, и они уже тогда говорили о том, что они бы хотели, планировали сделать международный проект. И мы вот с ними обсуждали какие-то могут быть формы, потом еще параллельно они сделали проект здесь, в Aspan Gallery. Ну, то есть, на тот момент, когда нужно было принять решение, я подумала, что это может быть красивым жестом посвятить этот павильон Калмыкову, а Калмыков — это как бы тема орты, то есть, скажем так, здесь не было, что Калмыков был первичен и хотела, чтобы этот павильон был посвящен Калмыкову, и потом я думала, кто из художников может это сделать. Это было больше так, что мы решили сделать это с ортой, но орта в последние пять лет они занимаются разработкой, как они называют, теории новой гениальности по Калмыкову. Очень важно, что с Калмыковым, допустим, они работают не с его картинами, они работают с его теоретической базой, вот, и они дальше развивают их идеи. И мне показалось, что это, ну, как бы хороший такой красивый жест. У нас всё-таки очень много художников, на которых Калмыков оказал большое влияние, и сейчас, допустим, по той полемике, которая ведётся, становится ясно, что, скажем, Калмыков при своей жизни был очень оригинальной личностью, да, он родился в Самарканде, жил в Оренбурге, учился какое-то время в России, но в 35-м году он переехал в Казахстан, и, в принципе, все свои, скажем, наиболее плодотворные, важные годы по развитию его теории, там, выполнению программы творческой, они прошли в Алма-Ате. То есть, это художник, который неразрывно связан с нашей страной, с нашим городом, он здесь умер, да, то есть, он здесь провел сколько, прожил 32 года, огромную часть своей жизни, взрослой жизни. И вот сейчас по полемике, которая ведется, четко понимаешь, что, вот, скажем, при жизни Калмыков был недопонят, да, то есть, он жил в очень суровых условиях, то есть, умер от дистрофии, питался молоком хлебом в последние годы, когда он уже перестал работать в театре оперы и балета Абая. Естественно, не принят обществом, художественным сообществом, всегда-всегда оставался как бы в стороне. И сейчас, когда ты видишь вот эту всю полемику, ты понимаешь, насколько он до сих пор не понят. То есть, мне кажется, что очень важно, чтобы произошла такая переоценка его творчества с точки зрения современности, потому что, допустим, большинство текстов, которые были написаны, были написаны либо в советское время, либо там в 90-е годы, но, скажем, за последние 20 лет не так много было статей, глубоко изучающих его творчество. И мне кажется, что сейчас было бы интересно с точки зрения современности, вот этой современной призмы, оценить то влияние, которое он оказал, ту роль, которую он сыграл в становлении нашего современного искусства. Но, например, если вы почитаете художников, становление которых произошло в 80-90-е годы, например, Сергей Маслов, который сам писал статьи о Калмыкове и очень ярко описывает то влияние, которое на него Калмыков оказал, даже не сколько его картины, насколько вообще просто присутствие вот такого свободного, по-настоящему свободного человека в условиях совершенного целитаризма, это как бы подвигает художников потом тоже искать вот эту внутреннюю свободу. Сейчас нам для каталога в Венеции одну из статей написал Александр Бреннер, которая тоже очень много писала Калмыкова в своей книге «Житие обиенных художников». Он вообще рассказывает о своей первой встрече с Калмыковом, еще будучи мальчишкой, он говорит это как зачатие духа или солнечный удар. Ну, то есть настолько важным было вот это яркое присутствие Калмыкова вообще в сфере жизни, что, скажем, за 50 лет спустя художники до сих пор об этом говорят. Ну, естественно, Калмыков, например, оказал огромное влияние на Маслова, Маслов в дальнейшем оказал свое влияние, допустим, на Воробьевых тех же самых, и так далее, и так далее. То есть существует какая-то определенная преемственность и даже если невозможно, скажем, быть, наверное, последователем Калмыкова как живописца, то вообще как бы его отношение вот к искусству, к внутренней свободе и вообще его такое Калмыков как явление, как такое тотальное произведение искусства, это оказывает большое влияние. Про арту так ничего не сказали. А, извиняюсь, забыла. но ОРТА, допустим, они берут за основу теории Калмыкова и разрабатывают их дальше в своей интерпретации. Они занимаются, скажем, они себя называют трансдисциплинарным коллективом. То есть они делают перформансы, постановки, они выпускают книги, они занимаются исследованием, причем каждый раз, когда у них проходит какой-то проект, у них есть огромное количество людей, которые работают вместе с ними, и у них будут совершенно разные направленности. Это могут быть музыканты, это могут быть инженеры, это могут быть какие-то, я не знаю, ремесленники, занимающиеся прикладным искусством. Совершенно люди разных профессий, и, скажем, они распространяют вот эту теорию новой гениальности на вообще как бы на то, как они устраивают свой внутренний процесс. То есть все друг у друга учатся, и одна из главных идей Камбукова, ну, на мой взгляд, это то, что гениальность присутствует, скажем, в человеке, и, в принципе, если применять ее каждый день, то ты становишься гением. То есть это достаточно такой демократический посыл, который, мне кажется, очень актуален сегодня. То есть в каждом человеке можно увидеть творческое начало, которое можно развить, и дальше, например, Камбуков дает достаточно комические рекомендации, как это можно в себе практиковать, но, в принципе, вот эта, скажем, идея коллаборации, идея обмена опытом, знаниями сейчас, допустим, будет главной темой документ, который проходит эта огромная выставка, которая проходит один раз в пять лет в кассере, и считается, что вот именно документы, она определяет как бы движение современного искусства, направление его, и в этом году туда была привлечена группа из 32 художников как кураторов, и все проекты, которые там участвуют, это либо коллективы, либо какие-то коллаборации между художниками, ну, то есть это, скажем, посыл, который, в принципе, не только посыл арты, но он еще и как бы в мире очень сильно присутствует. Остается, Меруэрт, поверить вам на слово, что они что-то такое коллаборационное сделают, это заполнит казахстанский павильон венецианской биеннале, ничуть не стало понятнее, что там будет, упорно вы уходите от, видимо, не знаю, это ваши договоренности, или вы просто им карт-бланш дали, делайте, ребята, что хотите, но ощущение такое, что просто приходится вам поверить, что да, вот арта сейчас приедет и в венецианском павильоне сделает что-то такое по Калмыкову, замечательное, но не по жилописи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok